шалом дамы и господа и пурим сами давайте перенесемся на несколько минут в древнюю персию две с половиной тысячи лет тому назад царь ахашвирож который властвовал практически над всем миром 127 стран устроил пир 180 дней они кутили гуляли и веселились у него были все его подданные включая евреев напившись ахашвирож пригласил свою жену и сказал ей приди к нам и покажи какая ты красивая она отказалась и закончилось это очень плачевно она была вздернута навесили ахашвирож который отошел потом от вина очень сожалела содеянным но сказал царь не может быть один я прошу вас повелеваю вам привести мне замену и к нему направились со всех стран владения персии красивые девушки которые каждая мечтала стать царицей из всех девушек ахашвирож выбирает одну ее звали эстер ее же имя было гадаса она была сирота которую удочерил великий мудрец мордыхай мордыхай был тоже из евреев которые были плененные на выхода носором вавилонским царем мы знаем что персия она сменила вавилон власти и мордыхай перед тем как провожал свою племянницу в дом царя сказал ей дочь моя не говори что ты еврейка эстер становится царицей и было после этих событий царь приблизил к себе министра которого звали аман аман издает указ все люди живущие в персидском царстве должны при виде его кланяться и преклонять колени и все это делали кроме одного человека мордыхая иуде аман ненавидевший евреев идет к царю царь принимает у него дар мешки с золотом и аман просит у царя я прошу тебя есть один народ который разрознен который рассеян среди других и который ненавистен всем давай уничтожим этот народ ахашвирож соглашается с аманом экзекуция была назначена на месяц адар остается примерно год столица персии шушан впадает в траур еврейская община в ужасе мордыхай посылает депешу эстер он умоляет ее иди к царю и говори с ним и проси его за наш народ пришло твое время может быть для этого ты и избрана была из всех девушек персии эстер говорит я месяц уже не было звано к царю мы знаем его нрав и как он поступил с предыдущей женой поэтому если я приду к нему без приглашения мордыхай заявляет что если не сейчас если ты промолчишь то спасение евреям придет с другой стороны но ты пропадешь и дом отца твоего пропадет ст решается она просит у мордыхая пусть молятся за меня она повелевает своим служанкам молиться и поститься три дня через три дня незваная она приходит кашвирошу ахашвирож увидев ее вынимает скипетр дает ей говорит эстер в чем твоя просьба в чем твое желание до полцарства стар говорит я прошу тебя и министра амана прийти ко мне на трапезу она приглашает их двоих в эту ночь царю не удавалось заснуть его мучал вопрос где книга летописи мы принесли эту книгу он открывает ее именно в том месте где было написано мордыхай министр ахашвироша услышав заговор царедворцев спасает царя царедворцев казнили но мордыхая не наградили и тогда ахашвирош вызывает амана и спрашивает скажи мне милый человек что положено тому кто верен царю что положено тому кого царь любит аман естественно думал что речь идет о нем и он сказал надо принести коня царя принести его доспех его одежду корону водрузить это на него и говорить всем во всеуслышание так будет с человеком которого любит царь и тогда ахашвирош говорит ему приведи коня оседла его посади на него мордыхая иудея води по всему городу этого коня и провозглашает так будет с человеком которого любит царь после вот этой церемонии аман был просто в ужасе пришел домой он собрал своих знакомых своих близких и говорит ребята не спрашивайте что со мной было рассказывает им это все и кто-то из присутствующих ему говорит смотри дорогой ты поднял руку не на того на кого следует если мордыхай из семени иудеев то удачи не жди и тогда аман идет на трапезу вместе с ахашвироша эстер принимает их тепло они пьют вино и в самом таком кульминационном моменте эстер брук говорит царю любимый царь великий государь кто-то хочет посягнуть на меня и на мой народ хотят меня убить царь который под влиянием вина впал в гнев сказал кто этот человек покажи мне его и тогда эстер недолго думая показывает на амана и говорит вот этот злой страшный человек задумал меня убить все заканчивается очень хорошо амана вешают на дереве которое он приготовил для мордыхая эстер говорит царю если великий царь соблаговолит можем ли мы продолжить вот этот банкет наказания царь говорит да и тогда вздернули 10 сыновей амана и в каждом городе где планировали уничтожить евреев находили людей приспешников амана и вешалихта свиток эстер заканчивается наставлением эстер и мордыхая которые говорят что дни этого пурима никогда не исчезнут у иудеев иудеи будут праздновать одни отмечать их тем что они будут совершать специальную такую увеселительную трапезу они будут давать подарки один другому они будут помогать бедным и помнить великое чудо которое случилось там и вот на этом моменте я вам хочу пожелать веселого пурима лихаим лихаим